Ицик Кипнис. Котёнок, который забыл, как надо просить есть. Утром котёнок проснулся и захотел есть. Он побежал к хозяйке, но вдруг забыл, как надо сказать по-кошачьи, что он голоден. Поэтому хозяйка не поняла, зачем он пришёл, и котёнок с плачем выбежал во двор. Во дворе он увидел гнидую лошадь. – Ты чего плачешь? – спрашивает его лошадь. – Я плачу, потому что очень хочу есть, – отвечает котёнок. – Но забыл, как по-кошачьи попросить. – Не плачь, – говорит лошадь. – Я тебя научу, как надо просить. – Скажи гы, 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 и тебе сразу дадут есть. – Что ты? Котята не ржут! – заплакал пуще прежнего котёнок и побежал дальше. На лужайке он встретил корову, чёрную корову. – Ты чего плачешь? – спрашивает его корова. – Я плачу, потому что забыл, как надо просить есть. Я очень, очень голоден. – Подумаешь, стоит из-за этого плакать. – Скажи му-у-у-у, и тебе сразу дадут есть. – Ах, нет, котята не мычат, они говорят по-другому, – сказал котёнок и побежал в поле. Услыхала овца, что котёнок плачет и спрашивает. – Ты чего плачешь, котёнок? – Я забыл, я забыл, как кошки просят есть, – твердит своё котёнок. – Идём, я тебя научу, – сказал овца. – Скажи ме-е-е, и тебе сразу дадут есть. – Ах, нет, нет, – закричал котёнок. – Это только овцы блеют, котята говорят по-другому. И он побежал обратно к дому. У забора котёнок увидел белую курицу. – Чего ты плачешь? – спрашивает его курица. Когда котёнок сказал ей, почему он плачет, курица стала его утешать. – Сейчас тебе дадут поесть. – Скажи только курах-тах-тах, курах-тах-тах, – сказала она. – Нет, ну что ты, котята, не кудахчут, – залился слезами котёнок. – А как они говорят, я не помню, позабыл. – И он побежал дальше. Но тут вышел из избы чёрный кот и сказал. – Один я тебе скажу, как надо голодному котёнку просить есть. – Пойди в кухню к хозяйке, которая сейчас цедит молоко в крынке, и скажи – мяу. – Вот это же верно! – обрадовался котёнок. – Так и только так просят есть. Он побежал к кухню и жалобно стал просить. – Мяу! Девочка поняла, что котёнок сильно проголодался. – Бедный котёнок! – Почему ты целый день молчал и не напомнил мне, что ты хочешь есть? И маленькая хозяйка налила котёнку молока в мисочку. Котёнок вылакал молоко и больше уже не забывал, что надо говорить, когда захочешь есть. – Мяу! – говорит он. – Мяу!